Привет, меня зовут Ксюша, добро пожаловать на мой канал. Очень часто после каждого видео, в котором говорится, например, о какой-то косметике или еще о чем-то, комментарии, которые вы оставляете внизу, сводятся к моим украшениям. Это одни из самых популярных вопросов. Практически под каждым видео вы спрашиваете, Ксения, подскажите, что за сережки, где вы купили такое украшение, где вы купили такое колье, а что это за кольцо? Сегодня я решила централизованно ответить на все эти вопросы и рассекретить, наконец, эту ситуацию. Где же я покупаю эти украшения? Начать я хочу с тех украшений, которые сейчас вы видите на мне. Это муранское стекло. Ценители муранского стекла и ценители такого рода украшений, наверное, сейчас прильнули к экранам, потому что это всегда очень необычно выглядит. Можно увидеть эти украшения в ряде торговых центров, они в таких красивых корнерах. И я скажу вам честно, я очень долгое время проходила мимо таких корнеров, потому что я не очень понимала эстетику и красоту подобного рода украшений. Если вы находитесь сейчас на перепутье и у вас такое же мнение о муранском стекле, как и у меня, потому что я не могу не сказать также о том, что украшения из муранского стекла еще и весьма дороги, то я вам очень советую примерить эти украшения на себя. На витрине или на страницах интернет-магазина они выглядят совсем не так, как они выглядят в жизни. Я считаю, что эти украшения смотрятся изысканно дорого, они могут быть разные. Я выбрала для себя вот такие, вот такое вот кольцо, которое просто пленило меня. Я недавно была с отцом в ресторане, у меня был такой красивый красный костюм и одно только вот это кольцо из украшений. Все смотрели вот так вот только на мою руку. Я даже немножко смущалась, на самом деле оно, конечно же, привлекает к себе внимание. Это тоже стекло, кольцо большое, кольцо тяжелое, не без недостатков, потому что оно бьется, это стекло, оно непрочное. Я только надела это кольцо, вышла из парадной, протянула руку к ручке двери автомобиля и тут же у меня на кольце образовалась какая-то маленькая-маленькая царапинка, маленький скол. Так что я думаю, что такие украшения имеют место быть, это очень красиво, это изысканно, мне кажется, это смотрится ну как минимум, как-то не стандартно, а как максимум дорого и красиво. Но если мы говорим вот о такого габарита украшениях из муранского стекла, я думаю, их нужно брать с собой в мешочки, а мешочки прилагаются и вы храните эти украшения в мешочках и, например, в театре или в ресторане надевать на руку, потому что вот с этим по городу не походишь. В комплекте каждому украшению идет специальная салфеточка, то есть вы можете протирать, ухаживать за своим изделием. Салфетки очищают очень хорошо, без всякого средства для очищения, потому что на стекле остаются пятна и следы от пальцев, это неминуемо. Вот видите, кольцо снова заблестело таким вот лакированным блеском. Почему я говорю и заостряю свое внимание на габаритах украшений? Да потому что украшения из муранского стекла чаще всего действительно очень габаритные, кольца в том числе. Это огромные такие объемные персни с каким-то красивым орнаментом внутри, это вот такого рода геометрические какие-то украшения. То же самое касается о браслетах, которых много в коллекции с муранским стеклом. То есть ваша задача тщательно ухаживать за таким изделием и бережно к нему относиться. Муранское стекло, как мой опыт показал, такое же в общем-то хрупкое, как и не муранское. Его можно разбить, я думаю, если постараться, но уж во всяком случае вот я его поцарапала, к сожалению. Но это не умаляет моей любви к этому кольцу, я его очень люблю. И то, что вы видите сегодня на мне, это тоже украшения из муранского стекла. Эти украшения несколько обманчиво могут выглядеть, потому что вот эти серьги, например, несмотря на то, что это такие практически прозрачные, легкие, воздушные, казалось бы, пузырики, на самом деле они достаточно тяжелые. Имейте это тоже в виду. Ну и украшения, которые я для себя выбрала, это тоже украшения из муранского стекла. Мне очень понравилось то, что здесь находятся вот эти вот крупные бусины разных цветов. Соответственно, вы можете подобрать это украшение к любому наряду. Я думаю, что украшения из муранского стекла, это все-таки украшения для статусных женщин, для женщин в определенной возрастной категории. Это не украшения для подростков и для совсем юных женщин. Кроме того, они, несмотря на то, что вот это, казалось бы, украшение достаточно такое лаконичное и простое, оно все равно, как мне кажется, выглядит достаточно торжественно. То есть, муранское стекло, украшения из муранского стекла требуют как минимум не праздничной одежды, но они требуют элегантной, продуманной одежды и, соответственно, будут очень уместно, выигрышно и дорого смотреться в таком контексте. Поэтому, если вы выбираете для себя какое-то украшение сейчас и вообще задумываетесь над тем, покупать украшение из муранского стекла или нет, я оставлю ссылку внизу. Пройдите, там такой выбор. Там есть такие украшения, таких моделей, таких конфигураций и какие-то ультрамодные, какие-то прямо хай-тек и достаточно классические и крупные и помельче. В общем, там есть из чего выбрать. Я люблю украшения. Кольца я ношу достаточно редко. Я слишком невротична для колец. Я сразу начинаю их трогать на руках, крутить, вот это вот все. А вот колье всевозможные и сережки я очень люблю. Часто достаточно покупали. Когда я выбираю колье, в основном я в первую очередь захожу на ярмарку мастеров. Потому что ярмарка мастеров это просто кладезь талантов. Там можно найти такие работы, и я не говорю про украшения именно сейчас, а вообще и одежду, и посуду, и какие-то стеклодувы, и люди, которые работают с металлом, и с деревом. Кстати, наша мастерская резко-фреска, которая занимается изготовлением изделий из дерева, тоже представлена на ярмарке мастеров. Так что заходите, посмотрите наши работы тоже. Но вот хочу показать вам вот такую вот коробочку. Можно подумать, что красивое упакованное изделие можно купить только в каком-то роскошном магазине. Например, в том, о котором я говорила до этого. На самом деле большинство мастеров это люди, очень любящие красоту, любящие эстетику. Поэтому, как правило, украшения, которые вы заказываете, приходят тоже очень и очень хорошо упакованными. С шуршащей бумагой внутри, с фирменными логотипами. И вот совсем недавно я заказала украшение из кожи. Я с этим украшением была в недавнем эфире на Shopping Life и размещала в Instagram фотографию. Это вот такое вот колье божественной красоты. Это колье из кожи с бабочками. Эта девушка-мастер, я обязательно оставлю ссылки внизу, делает украшение в виде растений, розы изумительные. И вот таких вот бабочек. Бабочки вы можете купить как отдельно, как кольцо, как браслет, как брошь. Так и, например, в составе вот таких вот колье. Выглядит это все на мой вкус изумительно. Потому что каждый листик этого украшения, он похож на живой. И бабочка с ее бархатистыми крылышками тоже как живая. Вы можете выбрать бабочку любого цвета. Когда я увидела это украшение, я была буквально влюблена в него. Мне кажется, это невероятно красиво, женственно, оригинально. Это украшение привлекает к себе внимание. По останки на все вот так за мной ходили. Ой! Это видно, что это ручная работа. Потому что у меня спрашивали, ты сама сделала? Я говорю, нет, заказала. Да, то есть это видно, что это что-то необычное. Скорее всего, сделано руками. Но больше всего мне нравится, как это женственно, красиво, по-летнему, по-весеннему смотрится. Просто изумительно. Еще одно украшение, которое я заказала совсем недавно на ярмарке мастеров, это украшение от мастера Татьяны Ясеневой. Она художник. Входит, поправьте меня, то ли гильдию, то ли ассоциацию художников России это называется. И она работает с кожей и камнем. Два материала, две фактуры, которые мне очень нравятся. Я обожаю кожу и камень в их сочетании. Мне кажется, это такое какое-то этническое сочетание, которое придает характер изделию. Однако у Татьяны вы можете выбрать изделия гораздо более женственные в классическом понимании, чем это, например, с обилием камней, цветов, с какими-то флористическими мотивами, совершенно в разных стилях. Каждый, я думаю, может подобрать в этом магазине что-то свое. Я выбрала для себя не то, чтобы я выбрала, а я заказала у Татьяны по своим пожеланиям вот такое вот украшение. Оно мне очень близко по духу. Я влюблена в это украшение. Это украшение на вот таких вот тоненьких ремешках, которые застегиваются. Бронзовая кожа в сочетании с такой лазурно-бирюзового цвета кожей. В центре находится лабрадорит, который вот сейчас кажется, видите, достаточно мрачным, но как только игра света, он играет всевозможными красками. Мне кажется, это потрясающе красиво. И я люблю это украшение. Оно мне так нравится. Оно как-то отражает мой дух. Оно мне очень близко. Кто-то называет его кольчугой из моих подписчиц. Кто-то пишет, что оно мне не идет и отвлекает все внимание на себя. Но я влюблена в это украшение. Мне с ним так комфортно. Мне не хочется его снимать. Я вам очень советую, загляните в магазин Татьяны. Это все, вообще все, что я сегодня вам рассказываю, это не реклама. Это мои личные рекомендации. Потому что если я вижу талантливых людей, почему бы их не порекомендовать? Если мы говорим о дорогих украшениях, то, конечно же, я часто заглядываю в корнер Саваровский. Не могу сказать, что часто там что-то покупаю. Но вот тоже, мне кажется, зимой я выбрала для себя вот такие вот сережки с вот этими камнями Саваровскими и с крестами. Они смотрятся и женственно, и как-то по-готически. И очень интересно. В общем, у Саваровски есть чем поживиться. И тоже я нашла совсем недавно бренд, который называется Конплот, если я не ошибаюсь. Это бренд итальянский. И это тоже ручная работа, авторские украшения. Стоят они дорого, скажу вам сразу. Вот таких вот два украшения я купила. Это кольцо и это крест. Я не знаю, я говорила вам или нет, но я коллекционирую кресты. Люблю очень такие украшения. Поэтому не удивляйтесь, если вы часто будете у меня видеть такого рода украшения. Не пугайтесь, это не религиозная символика. Чем удивительны эти украшения? Вот на камере это не видно, но я постараюсь заснять макрос, чтобы это было видно. Вот эти вот крупные кристаллы, которые переливаются, они полые внутри. И внутри каждого кристалла содержатся еще маленькие кристальчики. Во-первых, украшения звенят, когда эти... Так должно быть слышно. Вот этот вот такой хрустальный звон, как будто ручеек течет. Это передвигаются вот эти вот кристальчики. Благодаря этому украшение смотрится необычно. Оно очень отражает, преломляет, я не знаю, что еще сказать, свет. Оно выглядит по-авторски. Сам бренд Conplot, если я правильно произношу, предлагает широчайший выбор украшений. Ой, какие там есть красоты. Что-то стоит 5-10 тысяч, а что-то 20-30-40. У них из того, что мне понравилось из последней коллекции, это стрекоза, которая сидит на гнезде. И в этом гнезде маленькие яички. Очень необычно. Необычной была у этого бренда коллекция Graf Dracula, по-моему, она называлась. Очень красивые украшения. Но они такие массивные. Я пробовала сережки и колье из этой серии. Они, к сожалению, мне не подошли. Загляните, у Conplot есть сайт, у них есть бутики, в Passage, например, представлен этот бренд. В общем, посмотрите. Это вот все, что касается тех украшений, которые я ношу в жизни. То, что вы видите в кадре, девочки, это чаще всего, особенно это, что касается сережек, сережки из подружки, H&M, InCity и всего остального. Эти украшения, они вот у меня хранятся в основном в такой вот коробке, красиво смотрятся только на камере. В жизни, конечно, видно, что это недорогая бижутерия. Вот в таких вот сережках с кисточками вы меня видели. И мне кажется, на камере это смотрится интересно. В жизни я, конечно, такое не ношу. Вот такого рода броши тоже вы у меня про них спрашивали. Это все из подружки. Вот эти вот сережки наделали много шума. Многие о них спрашивали, в каком ювелирном магазине я их купила. Это не ювелирка. Это украшение из подружки. И стоило оно что-то около 300 рублей. Вот эти вот сережки тоже часто привлекают ваше внимание. Это тоже сережки из подружки. Вот эти вот серьги как бы с жемчужинами тоже в свое время наделали много шума. Это сережки из InCity, как видно, по логотипу и стоили, по-моему, рублей 150. Надеюсь, теперь вы понимаете, где, в каких таких потаенных заповедных местах я беру украшения. Для того, чтобы предстать перед вами в лучшем виде своих видео. Если у вас есть какие-то вопросы по украшениям, особенно по украшениям, которые я перечислила в первой части видео, пожалуйста, задавайтесь, делитесь своими секретами, где вы покупаете свои любимые украшения, какой ваш любимый бренд. Я с удовольствием почитаю ваши отзывы и комментарии. Всего хорошего. Пока-пока.